МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это вторая лекция по теме «История церкви». В нашей последней лекции мы узнали о веке, в котором жили апостолы, ученики Иисуса. Глава вторая. Постапостольский век. Пункт первый. Введение. Первое. Период с сотого до трёхсот тринадцатого года нашей эры. Мы называем этот век постапостольским или антоникейским. Второе. Гонения и мученичества этого периода. Преследования, начавшиеся с императора Нерона, продолжались 250 лет. Известные мученики этого времени. Это Игнатий, Поликарп и Киприан. Третье. Мы называем церковь этого времени католической церковью. Формулировка того периода отличается от сегодняшней римско-католической церкви. Она относится к святому собранию, которое упоминается в апостольском символе веры. Слово «католик» означает «тот, кто исповедует» или «всеобщий». Это значение было дано для объединения церкви в трудное для неё время. Апостольский символ веры был написан во времена гонений. Четвёртое. Развитие идеологий. Евангелизация процветала, несмотря на повсеместное преследование. Это доказывало, что христианство являлось вероисповеданием, носящим в себе жизнь. В это время греческая философия, восточные религии и еврейское законничество начали поднимать идеологическую путаницу. Гностицизм и неоплатонизм среди множества философий создали смешанную христианскую религию. Второй пункт. Распространение христианства. Первое. В этот период христианство распространялось ещё дальше. Церковь разрослась до следующих мест. Евангелие распространилось от Иерусалима до Сирии, Антиохии и Малой Азии. После этого церковь дошла до Греции, Египта, Александрии и, наконец, Римской империи. Второе. Факторы, способствующие расширению церкви. Во-первых, это работа Святого Духа. Во-вторых, усиленная евангелизация верующих сыграла немалую роль. Цари и знатные люди также стали членами церкви. Люди занимались благотворительностью, волонтёрской работой и помогали бедным. Они стойко переносили гонения, их совершенный моральный образ жизни сыграл большую роль в росте церкви. Пункт третий. Преследование церкви. Первое. Несколько факторов, вызвавших гонение на церковь. Пункт А. Сложилось ложное представление. Люди думали, что христиане были безнравственными людьми, собирающимися в пещерах и совершающими непристойные поступки. Они также считали, что христиане ели своих детей во время причастия. Некоторые утверждали, что боги разгневались из-за того, что христиане принесли бедствие. Однако это были поверхностные причины. Истинная первопричина заключалась в следующем. Пункт Б. Народ Римской империи считал величайшей ценностью свою нацию, но христиане ставили превыше всего Господа. По этой причине Римская империя задействовала различные политические ходы, направленные против христиан. Во-первых, она заставляла людей поклоняться императору. империя рассматривала христианское поклонение как акт политического повиновения Риму. Поскольку верующие не служили в армии, их подвергали серьезным гонениям. Второе. Способы гонений. Во-первых, людей заставляли собственноручно уничтожать священное писание и любую атрибутику. Рим Рим также изгонял христиан из общества и даже убивал их. Римская империя использовала подтверждающие документы, чтобы противостоять христианской доктрине. Она также заявляла, что если люди откажутся от христианства, то попадут под политику умиротворения и им простятся прошлые поступки. Третье. Результаты гонений. Благодаря преследованиям верующие истинно познали Иисуса как своего Спасителя. Кроме того, был реализован канон. Христиане усердно работали над тем, чтобы Божье Слово разнеслось по всему земному шару. Пункт четвертый. Десять преследований. Я кратко расскажу о десяти главных гонениях на христианство. Первое. Гонения императора Нерона с 54-го по 68-й год нашей эры. Император Нерон обвинил христиан в поджоге Рима. В этот период был предан мученической смерти апостол Павел. Второе. Преследование императора Домициана с 81-го по 96-й годы нашей эры. Услышав, что христиане становятся неким новым Божьим народом в пределах Римской империи, Домициан стал преследовать их. В следствии этого верующие строили катакомбы и жили в подземных пещерах. Третье. Преследование императора Трояна с 97-го по 117-й годы нашей эры. Император Троян преследовал христиан так, как считал христианство тайной организацией, вызывающей социальные потрясения. Епископ Игнатий был брошен в яму к свирепым зверям. Он стал мучеником. Четвертое. Преследование императора Адриана со 117-го по 138-й годы нашей эры. Он преследовал христиан, так как имел личную ненависть к христианству. Пятое. Преследование императора Марка Аврелия со 161-го по 180-й годы нашей эры. Марк Аврелий считал христианство презренным. Приписывал ему вину за эпидемии и голод. В этот период стали мучениками Иустин и Поликарп. Шестое. Преследование императора Септимия Севера с 205-го по 211-й годы нашей эры. Он преследовал христиан, так как считал христианство возмутительным. В этот период Ириней и отец Оригена приняли мученическую смерть. Седьмое. Преследование императора Максиминуса с 235-го года по 238-й год нашей эры. Во время его правления произошло великое землетрясение. В этой катастрофе обвинили христиан. Двух известных епископов того времени отправили на золотой рудник в качестве рабов. Восьмое. Преследование императора Деция с 240-го по 251-й годы нашей эры. В его период правления считалось, что римский народ обеднел из-за христианства. Ориген получил суровое наказание, а Киприан сбежал. Девятое. Преследование императора Валериана с 253-го по 260-й годы нашей эры. Он преследовал христиан, потому что считал их причиной болезней и голода. Сбежавший к Киприан вернулся и стал мучеником. Десятое. Преследование императора Диоклетиана. С 284-го по 305-е годы нашей эры. Галерий, выходец из обычного народа и ставший Цезарем в тот период, оклеветал императора. Церковь Никомедии была разрушена. Святой Гадарий умер в тюрьме. Пункт пятый. Идеологические атаки на христианство. Первое. Лукиан Самосадский преследовал церковь. Он жил со 120-го по 200-й год нашей эры. Этот древнегреческий писатель принадлежал к эпикурейской школе. Плотово. написал «Смерть Перегрина», где критиковал образ жизни и обычаи христианства. Второе. Цельс выступал против христианства. Этот человек принадлежал к школе Платона, а также склонялся к эпикурейской школе. Он выказал отрицательное отношение к христианству в своем труде «Истинное слово». Ориген написал очерк под названием «Против Цельса», который опровергал книгу Цельса. Третье. Рождение неоплатонизма. Неоплатонизм сформировался в связи с тем, что люди опасались исчезновения традиционных римских религий из-за христианства. Добавляя религиозные элементы к традиционной философии, им удалось создать мистическую философию. известными представителями неоплатонизма являлись Плотин и Порфирий. Позвольте, я расскажу вам о Плотине. С 208 по 269 год нашей эры. Он пытался гармонизировать Бога внутри себя и Всевышнего во Вселенной. Мы называем это пантеизмом. Философ утверждал, что в процессе возвращения к Господу люди достигали состояния добродетели эроса и экстаза. Он был уверен, что во время этого человек становится един с Богом. Порфирий Порфирий давайте я расскажу вам немного о Порфирии. Он умер в 304 году. Порфирий поддерживал политеизм. он написал 15 книг критикующих христианство. В своих книгах философ утверждал, что Новый и Ветхий Заветы отличаются друг от друга. Порфирий заявил, что апостолы конфликтовали и враждовали между собой. Он также называл Иисуса лжецом. Однако, поскольку неоплатонизм пытался заменить вероисповедание философией, он потерпел неудачу. Пункт шестой. Мужи Кто такие мужи? Это непосредственные ученики апостолов. Это люди, которые несли легитимность церкви. Они сыграли важную роль в истории развития христианского учения. Второе. Существует четыре типа мужей. Во-первых, апостольские мужи. Во-вторых, апологеты апологеты. В-третьих, греческие мужи. В-третьих, латинские мужи. позвольте 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 мне сначала рассказать об апостольских мужах. Пункт седьмой. Апостольские отцы. апостольские мужи были прямыми последователями учеников Иисуса. Давайте рассмотрим несколько ярких представителей того времени. Климент Римский. Климент известный старейшина Рима, живший в конце первого века. Один из его трудов это первое послание к Коринфянам. Четвертая часть этого письма является цитатой из Ветхого Завета. Текст содержит свод правил таких как не завидовать, быть смиренным и подчиняться закону. В письме также говорится о его уверенности в воскресении Господа и приведены учения о любви друг к другу. Игнатий Игнатий был антиохским епископом. Его предали мученической смерти. Он стал пищей для животных. Священнослужитель выступал за единство церкви, авторитет епископа и славу мученичества. Пока его везли в Рим, он написал семь посланий. Поликарп Поликарп являлся епископом Смирнской церкви. Он был учеником апостола Иоанна и другом Игнатия. Епископ умер мученической смертью в 155 году. После себя он оставил труд, известный как послание к филиппийцам. Папий 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 был епископом Иераполя. В 150 году он стал мучеником. мученикопом Иераполя его основная работа это написание пятитомных трудов под названием «Изложение изречений господних». Его книги не сохранились, но они цитируются в церковной истории, написанной историком Евсевием. Папий также оставил фрагмент о тысячелетнем царстве. Четыре вышеупомянутые личности это очень выдающиеся люди. Тем не менее о следующих апостольских мужах мы знаем довольно мало. «Мы имеем лишь их рабочие труды». Пастырь Ерма Люди считают, что это Ерма, который упоминается в послании к римлянам 16 главе 14 стихе. Книга похожа на литературу о путешествии Пилигрима, опубликованную в 1678 году. Кроме того, существует Евангелие от Варнавы, послание к Диогнету и Дидахе, известное как учение Господа народом через 12 апостолов. Пункт 8. Богословие мужей. Первое. Христология. Христология – это учение, касающееся Иисуса Христа. Мужи верили в человеческую природу Иисуса, но выделяли Его божественность. сегодня православное христианство выделяет божественность и человеческую природу Иисуса. Но богословие отцов ставит божественность Христа главным приоритетом. Климентам Римским сказано, что Христос – величественный скипетр Бога. Он сказал, Христос есть Бог, наш Господь. Он был с Отцом до сотворения и уже тогда знал нас. Это идентично тому, во что верил апостол Иоанн. Мы тоже имеем эту веру. Ерма верил в предсуществовании Христа. Это учение подчеркивает существование Иисуса еще до вечности. Второе учение о Троице. сегодня нам известно, что в то время мужи с подозрением относились к учению о Троице. Но мужи все же имели слабое представление о нем. Игнатий сравнивал верующих со строительным материалом. Крест с поднимающей движущей силой. А Святой Дух с веревкой. Климент сказал, апостолы были полны непоколебимой уверенности в воскресении Иисуса Христа. С подтверждением Божьего Слова и твердостью Святого Духа они вышли, объявив о пришествии Божьего Царства. Третье учение об искуплении. Учение об искуплении относится к сатириологии. Оно говорит о спасении людей Христом. Господь пролил свою кровь, чтобы показать нам путь жизни. Иисус умер и тем самым через покаяние дал нам милость прощения грехов. А всемогущий Бог сделал праведными тех, кто верил. веру. Основная идея концепции это получение спасения через веру. Четвертое тысячелетнее царство. мужи полагали, что второе пришествие это то, что должно произойти в ближайшем будущем. Они толковали о воцарении Христа на этой земле на тысячу лет. Пункт девятый. Апологеты. Апологеты защищали христианство от тех, кто его отвергал и критиковал. Первое. Иустин. Иустин родился в 125 году и жил до 166 года. Он уверовал после произошедшего в его жизни события. Философ шел по берегу. Увидел старца и разговорился с ним. Тот дал ему книгу Ветхого Завета. сказав, что Иисус исполнил все написанное в ней. После этой встречи Иустин стал верующим. Он написал первую апологию, вторую апологию и диалог с иудеем Трифоном. Второе Аристид. Аристид был афинянином. Он защищал христианство, написав императору Адриану, выступавшему против христианства. В письме военачальник объяснял характерные черты истинного Господа, озадачившись вопросом «Каков истинный Бог?» В нем он также раскритиковал языческую мифологию. Третье. Кадрат. Кадрат в защиту христиан представил апологию императору Адриану, сказав, что будучи побитый камнями, он, исцеленный Иисусом, все так же жив. Это произошло примерно в 126 году. Четвертое. Татьян со 110 по 172 годы нашей эры. Татьян был учеником Иустина. Он жил в Риме и написал слово Келлином и Диатессарон. Диатессарон означает биография. Пятое. Афиногор. Афиногор родился в Афинах. Он написал прошение о христианах и о воскрешении мертвых. Шестое. Мелитон. Мелитон был епископом церкви Сарды в Малой Азии и критиковал греческую мифологию. Пункт десятый. Греческие мужи. Они не были греками, но разделились на теологов Малой Азии и Александрийской школы. первое. Богословы Малой Азии. Ириней. Ириней родился между 115 и 119 годами. Он являлся епископом Галлии. Регион Галлии это территория современной Франции. Ириней был кротким, выделяющимся и хорошо образованным ученым. Ириней евангелизировал в Лионе, Франции и привел к Господу практически всех живших там людей. Он почитал традиции апостолов и уважал стандарты веры. Ириней сказал о Боге следующее. Всевышний сотворил все своей волей, потому что Он единственный Бог. Богослову также принадлежат слова Вселенная созданная Богом хороша. Об Иисусе Он сказал следующее. Бог выражает Себя через Христа, который есть Слово. Иисус вечно пребывает с Отцом. Я не знаю, как был рожден Христос. Ириней имел следующее представление о Святом Духе. Святой Дух неотъемлемая часть Бога Бога Отца и Сына. Ипполит Ипполит был учеником Иринея и являлся хорошо образованным человеком. В 1842 году французский ученый Велимен нашел книгу Ипполита против всех ересей в монастыре на горе Ассос в Турции. Второе. Александрийская Школа. Пантен Пантен получил философское образование стоиков. Уверовав, он отправился в Индию и проповедовал Евангелие. Флавий Климент Флавий Климент не Климент римский. Он учился в Пантенусе и преподавал богословие 12 лет со 189 года. В 202 году, когда император Септимий Север преследовал церковь, он бежал в Антиохию. Там Флавий служил в церкви, писал труды и проповедовал. Он умер в Александрии в 213 году и оставил после себя обращение к грекам подагога и стромата. Ореген 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 родился в Александрии в 185 году. Александрия портовый город в Египте. В возрасте 18 лет он стал профессором теологии. Из-за операции, проведенной в юности, он был евнухом. в 254 году он умер в тюрьме. Подведем итог его богословию. Ореген пытался истолковать и гармонизировать истину христианства с философией. Он утверждал, что отец и сын едины, имеют одну и ту же природу и характерные черты. Он верил в предсуществовании душ. Мы традиционно придерживаемся традиционизма. Касаясь загробной жизни, Ореген верил в чистилище. Он сказал, что ад это конечное место. однако это не библейское учение. Под влиянием Платона его взгляд на Вселенную заключался в мысленном и физическом мире. Его взгляд на откровение заставлял его толковать Библию метафорически. сегодняшняя ортодоксальная вера придерживается того, что Писание следует понимать буквально и исторически, но не метафорически. Касаемо спасения, он верил